Генеральный спонсор программы – группа компаний «Генериум». «Генериум» – лидер российских биотехнологий. В эфире телерадиокомпания «Губернии-33». Это программа «На всю Владимирскую». Здравствуйте, меня зовут Екатерина Глазкова. В феврале у писательницы Татьяны Поляковой «Нашей землячке» вышла новая книга. Остросюжетный любовный роман «Судьба волшебницы» сочетает в себе невероятные приключения, душевные переживания, юмор и, конечно же, любовь. Татьяна Викторовна, добрый день. Здравствуйте. Новый сюжет, новые герои. Расскажите нам немножко о своей новой книге. В чем ее идея и каков ее сюжет? Ну, знаете, на самом деле это детектив. И рассказывать сюжет детектива, в общем, не очень логично, потому что должна быть загадка, да, и читать-то должно быть интересно. Но я хочу сказать, что тема, она такая, знаете, очень для меня серьезная. Это тема дружбы и нашего иногда очень такого поверхностного отношения к дружбе. То есть мы считаем, что рядом с нами человек, мы его воспринимаем какое-то длительное время совершенно одинаково, не уделяя ему на самом деле внимания и не понимая, что человек изменился. И в какой-то момент для нас это может оказаться такой очень неприятной неожиданностью, потому что мы считали, что это наш друг, и вот он такой хороший, благородный и так далее. А он каким-то образом успел за это время стать совсем другим человеком и перестал быть другом. Ну вот, собственно, об этом книга. Ну, я уже сказала, что это детектив. Несмотря на такую, в общем-то, грустную тему, книжка получилась вполне себе оптимистичной. Очень много там смешных моментов. И мне кажется, там удались некоторые персонажи, особенно такие яркие. И есть там персонаж, который периодически у меня появляется, такие женщины в возрасте, вот, ну, такие неунывающие. Это мой такой респект нашим мамам, бабушкам, вот, которые в своей жизни очень много всего пережили и вместе с тем не потеряли оптимизма. Я считаю, что это заслуживает вот нашего восхищения. И вот эта книга – это какая-то попытка, вот это вот мое уважение, восхищение к ним вырастить. А идея данной книги как возникла? Просто из воздуха, как говорится, ну, плод фантазии, да? Либо это действительно жизненные реалии? Ну, в основном все мои сюжеты из воздуха. Я очень не люблю пользоваться вот какими-то готовыми историями. Они меня всегда как-то так очень тяготят в том плане, что сдерживают фантазию. Это очень не люблю. В рамках какие-то. Да, какие-то, ну, уже есть истории готовые, да? В ней есть какая-то завязка, есть какое-то развитие. И чаще всего уже есть какая-то, ну, по крайней мере, относительная концовка. Вот. Мне важно все придумать самой, поэтому это история из таких. Вот некое размышление было после разговора с одной своей приятельницей, которая мне, ну, в общем, рассказала не очень веселую свою историю. И я какое-то время размышляла вот как раз на тему дружбы, ее присутствия в нашей жизни и в каком виде она присутствует, да? Вот. Все-таки это некий какой-то такой труд, который требует внимания к другому человеку. Это не только посиделки, чайпития и прочее, да? Но это вот труд, чтобы человека вообще увидеть незамыленным взглядом, а посмотреть на него, может быть, с какой-то другой точки зрения. Ну, и, в общем, из всех моих размышлений вот вдруг я поняла, что я хочу об этом написать. Вот. Ну, а когда уже ты понимаешь, чего ты хочешь, все остальное, это такое, знаете, дело. Ну, это уже то, что я называю профессией, да? То есть ты ставишь перед собой задачу, и сюжет какой-то приходит. Вот пришел такой. Но мне не хотелось сделать ее такой очень грустной, потому что тем сама по себе такая, ну, в общем, достаточно серьезная, и мне не хотелось ее как-то вот утяжелять, да? Да, поэтому я все-таки решила, что это в основе своей, это должен быть такой, ну, достаточно оптимистичный. Конец хорошей книги. Да. Ну, у меня, в принципе, очень редко бывает то, что называется, такая грустная концовка. А люди к вам обращаются, пишут, звонят, может быть, знакомые, напишите про меня. Есть-то, бывает такое? Ну, наши люди, во-первых, всегда видят очень много одинаково там, где его нет. То есть мне могут написать там письмо, вот ваша героиня такая-то, такая-то, это вот я, все с меня написано, рассказывает свою историю, которая не имеет ничего общего с тем, что, так сказать, делала я. Ну, я всегда очень благодарна, потому что, на самом деле, я считаю, что писатель, он работает для того, чтобы дать какой-то толчок человеку, да? Вот в эмоциональном плане. Я совсем не согласна с тем, что книги должны быть вот каким-то учебником жизни. Ну, если это учебник жизни, ради бога, я не против. Но, на самом деле, я считаю, что задача в том, чтобы человеку дать толчок, вот поразмышлять о себе, а это можно добиться только через эмоцию. Вот если у человека возникает какая-то эмоция при прочтении книги, вот он согласен или не согласен, да, значит, ты своего добился, потому что он начинает рассуждать об этом. Если не согласен, то почему? Если согласен, то опять-таки почему, да? И вот в этом большой плюс, я считаю, чтение вообще и книги, потому что человек всегда выступает с автором писателя, это здорово. А считаете ли вы, что писатель, он практически психолог? Не знаю. Вы знаете, идея о том, что это инженер душ человеческих. Ну, понимаете, все на самом деле очень условно. Если кому-то нравится вот давать такое определение, ради бога, потому что и это присутствует, ну, не зная психологии, ты же не можешь построить какие-то логические вот такие цепочки, чтобы люди, которые читали твой роман, они согласились, что все это реально, да? Даже в фантастическом романе вот психология, да, поступков, она должна быть реальна. Поэтому в этом смысле, да, конечно, ну, это не задача литературы ни в коем случае. Татьяна Викторовна, каков рабочий день писателя? Обязательно ли должна быть какая-либо соответствующая атмосфера вокруг, чтобы настроиться? Или, главное, внутреннее вдохновение? Ну, знаете, главное, чтобы не мешали. Вот, поэтому мобильный телефон надо закинуть куда-то подальше. Вот, если их два, то оба. Домашний телефон тоже как-то вот игнорировать. Вот, просто не обращать на него внимания. Потому что если тебя бесконечно отрывает, это тяжело. Это естественно. А, например, какие-то мелочи обязательно, чтобы должно быть, не знаю, дома тепло, ароматный кофе, солнце на улице, дождь или нет? Ну, вообще желательно, чтобы все было. Ну, на самом деле, можно обойтись без этого, потому что, когда ты садишься работать, тебе, на самом деле, мало что интересует и мало ты что видишь вокруг, потому что в этот момент ты больше находишься вот в том мире, который ты для себя придумал и в котором тебе в этот момент намного интереснее, чем здесь. Ну, желательно, конечно, чтобы при этом ноги не мерзли, да, потому что это уже дискомфорт. Но садитесь вы работать ежедневно, заставляя себя. Мне нужно поработать, да, как мы с утра идем на работу все. К летите, к летите, по-разному. Как и у вас, я уверена, уходите на работу один день, просто летите, потому что вы чего-то ожидаете или просто у вас хорошее настроение. Ну, а вдруг там какая-то плохая погода, еще что-то, какое-то недомогание, ну, масса всего, да, и вы идете так, ой, опять на эту работу. Ну, точно так же и здесь, потому что бывают дни, когда я вот с нетерпением жду, когда от меня, наконец-то, все отстанут, да, и я вот сяду и буду там. А есть дни, которые я хожу по своему там дому, квартире и думаю, вот придумываю себе различные какие-то срочные дела, да, вот чтобы подольше не садиться. Ну, здесь вопрос в том, чтобы сесть. То есть как только ты садишься, да, ты входишь, вот, ты погружаешься в эту атмосферу, в этот мир, и все в порядке. Ну, вот сам процесс, вот, заставить себя подняться там в кабинет, сесть за стол, это иногда бывает чудочно тяжело. Ну, точно так же, как любому человеку, я думаю, себе поднять. Татьяна Викторовна, за свою творческую деятельность почти 20 лет сколько книг вы написали? Сейчас точное количество... Вы знаете, я точное количество не скажу. По-моему, 83-84 где-то вот так, да. Вот как за это время вам удается не выдохнуться за такой период и до сих пор оставаться на коне, до сих пор придумывать новые идеи? Ну, я думаю, что это какое-то свойство, наверное, человека, то есть либо это есть в человеке, либо нет. Секретов подзарядки для писателя. Секретов? Ну, вы знаете, для меня это всегда путешествие, это всегда новые люди, это смена обстановки, вот. Вот это вот очень-очень важно. Татьяна Викторовна, как вы считаете, современная молодежь читает ли книги? Ну, судя по всему, да. Ну, кто-то читает, конечно же. В каком объеме, какие книги? Вот ваше мнение по этому вопросу. Ну, вы знаете, у меня своего мнения нет, вот, объемного такого. Я все-таки вынуждена доверяться каким-то исследованиям, да, то есть каким-то там, ну, я не знаю, тестам и прочее, прочее, вот. Может быть, на примере своих знакомых, семьи? Ну, мои читают. Это я могу сказать. Я думаю, что это во многом зависит от обстановки в семье, да, то есть, ну, трудно требовать от ребенка, чтобы он читал, когда родители сами не читают. То есть у ребенка нет картинки родителей с книжкой, и когда его принуждают с этой книжкой сесть, в нем, естественно, возникает протест. То есть он понимает, что он в семье ущемленный, вот, всем читать не обязательно, а я должен, да, значит, на меня накладывают какую-то, ну, я не знаю, там, епитиню, которая ему не симпатична и, естественно, вызывает протест. Вот, поэтому, если вы хотите, чтобы ребенок читал, обычно это проблема, потому что в школе нужно читать, и родители, вообще все нормальные родители понимают, что книга – это книга, и обращаться к ней надо. Ну, сами как-то счастливо обходятся без этого, поэтому здесь единственный вариант ребенка быть примером, то есть хотя бы там, ну, я не знаю, там, 15 минут в день ребенок должен вас видеть с книжкой, чтобы у него, по крайней мере, вот, гневного негодования не возникал тот факт, что ему надо читать, когда все смотрят телевизор. Мы решили поинтересоваться у жителей нашего города, какое место в их жизни занимает чтение, и что из литературы, собственно, сейчас предпочитают люди. Давайте посмотрим, что же отвечали жители на улицах нашего города. Ну, вообще, читаю, в основном, современников, но читаю сборки, то есть каких-то определенных авторов у меня нет. Читаю книги по психологии, по саморазвитию, сейчас читаю книгу такую классную, называется «Женщины. Учебник для мужчин». Очень крутая книга. Ну, посоветовал один блогер, ну, я как бы иду по его шагам, читаю его литературу, которую он советует. Ну, вообще, я довольно недавно начал читать книги, и, в принципе, мне нравится как раз русская классика 19-х, вот этих веков. В принципе, подсел на Пушкина очень сильно, то есть нравится мне стихотворение его. Прочитал до Руслана Людмилы достаточно интересно, мне очень понравилось. Вот, и продолжаю, буду продолжать дальше читать, потому что меня это очень заинтересовало. А пока новых каких-то книг не читал нового времени, то есть к ним пока не подходил еще. Я люблю читать. Плассику не люблю русскую, потому что, ну, все плохо, русский народ бедный. И, ну, мне нравится только плассика, где есть маленький человек, это более интересно. Бунин, например. Вот, а так я люблю читать современную литературу. Стивена Кинга, его сына. Тоже мне нравится потом. Мне нравится читать про людей, которые смертельно больны. Это очень странно, но ты понимаешь, какова жизнь на самом деле, как она, ну, как она важна для тебя, как она, то, что за нее нужно держаться, бороться, а не опускать руки. В большей степени мне нравится научная фантастика и приключенческая. Из стилей, наверное, отметил бы киберпанк. Из современных авторов Пол Ди Филиппа влюблен в него чертовски, пошловат довольно-таки. И выделяется очень, по сравнению со всеми киберпанковскими авторами, тем, что направление идет на биологию. Из современного мне нравятся зарубежные прозы, и я увлекаюсь Джоном Грином, очень хороший писатель на самом деле. Потом, у него четыре книги. Мне очень нравятся «Виноваты звезды». Это книга для подростков, написанная языком подростка, и очень советую ее на самом деле. Ну, я не буду оригинально, да, вот, например, моя любимая книга. Вообще не буду оригинально. У мастера Маргареты Булгаков. Я, в принципе, люблю классику, и действительно, Булгаков, там, Чехов, рассказы. Тефи, одна из моих любимых вообще, просто писательниц, да, это вот книга такая, которую я люблю, к которой я постоянно возвращаюсь. Из современного, ну, вот «Кот да Винчи» был недавно, там, Браун мной перечитан, вот, и мне очень-очень нравится это произведение. А чтобы в какой-то арт-хаус уходить, ну, как-то, как-то меня не очень. Вот, Булгаковский был недавно где-то там, недалеко, вот, тоже очень понравился. А так, не знаю, больше по классике, больше по старой лице. Ну, естественно, книги читать приходится сейчас уже гораздо реже, вот, но, тем не менее, позволяю себе иногда в выходной и, естественно, в отпуске, вот. Ну, я придерживаюсь классической литературы, мне наиболее близка историческая литература. Татьяна Викторовна, о вкусах, как говорится, не спорят, слава богу, читают, слава богу, классика все еще в моде. Вопрос к вам. Какие книги вы любите читать? Ну, вы знаете, я на самом деле такой очень благодарный читатель, я читаю очень много. И как мой сын в свое время сказал, что когда мама не пишет, она читает. То есть я никак в том анекдоте про Чопчу, который, значит, не читатель, а писатель, да? Ну, вот я как-то счастлива это читаю. А так как мне уже много лет, и я, в общем, в таком режиме читаю очень много, я читаю порядка где-то там 60-70 книг в год. Вот, поэтому, ну, и память у меня еще хорошая. Поэтому мне очень сложно читать классику, потому что я ее очень давно все прочитала. И помню достаточно хорошо, чтобы так вот перечитывать. То есть есть какие-то вещи, которые я перечитываю с удовольствием, но я не вижу никакого смысла в том, чтобы классику еще раз нам перечитывать. Пятый, десятый раз. Вот, если ты, собственно, получил все, что ты хотел, то, наверное, и не надо. Поэтому для меня всегда проблема, что почитать. Я всех, ко всем пристаю, всех спрашиваю и читаю все, что модно, все, что новое. И любой автор, который появился, и, так сказать, англоязычный, там, вообще европейский, наш, мне всегда очень интересно. Получается, все, что вы читаете, вы оцениваете положительно? Нет, конечно. Что-то мне нравится, что-то не нравится. Я могу сказать, что у меня есть очень плохая привычка, я всегда дочитываю книжку до конца. Я говорю плохая, потому что иногда книжка совершенно не стоила того, чтобы я потратила на нее столько времени. Но мне все время кажется, вот я брошу ее там где-то, да, вот вдруг вот он под конец там или она распишется, и я вот, так сказать, вот все прелести я не увижу. Поэтому я вот каждый раз дочитываю до последней точки, вот, и очень часто сержусь на себя. Ну, нужно же убедиться, правильно? Конечно, конечно. Делать вывод окончательный. Татьяна Викторовна, может быть, у вас, как и у многих знаменитых писателей, есть, ну, не пример для подражания, учитель, так скажем. Известный писатель из русских классиков, например, либо из зарубежных. Чьи идеи, чей стиль написания вам близок? Ну, для меня в какой-то степени всегда был таким учителем Хомингуэй. И у него я училась очень много, по крайней мере, я смотрела построение диалогов, и мне это всегда очень нравится. То есть это то, что называется информативный диалог. То есть очень многое мы узнаем о героях, о прошедшем, о каких-то их, ну, каких-то, в общем, перипетиях их жизни. И с диалога, то есть это вот неподробный такой рассказ, как было свойственно классикам, там, 19 века, нам очень подробно описывали, там, историю жизни героя с его рождения и так далее, да. А именно вот то, что вот в нескольких словах все передается, мне это было очень близко, и я считаю, и я сейчас считаю, что это наилучший способ, особенно для жанровой литературы, особенно для детектива, который ни в коем случае нельзя перегружать. Мне очень нравится Чехов, который в свое время сказал, что там читателю совершенно наплевать, сколько осадков в этот день выпало и какая была пагода. То есть надо двигаться вперед, то есть абсолютно не заострять внимание вот на каких-то таких... Да, на описаниях, вот это наш Чехов, кстати сказать, вот, поэтому... И он угадал, я думаю, мнение очень многих читателей. Да, он просто как человек гениальный, он, в общем-то, смотрел далеко вперед и, в общем, интуитивно видел, куда мы двигаемся. Поэтому сейчас, ну, заставить человека прочитать описание на полторы страницы, как вот мы в школе учили, там, описание дуба у Льва Толстого, там, или еще что-то, там, грозы, которые передает состояние героя. Ну, вот я вас уверяю, что 90% из читателей, они просто это все пропустят и будут читать дальше. Поэтому не стоит себя утруждать, наверное, этим. Вот. У меня это тоже было какое-то такое интуитивное ощущение, особенно в детективе, вот, все лишнее надо безжалостно убирать. Иногда очень жалко, ты видишь, что тебе вот сцена очень нравится, что ты молодец, вот как-то так очень хорошо нашел, сказал. Но ты понимаешь, что это не играет на основную мысль и вообще загромождать вот это чем, так сказать, ну, то, что это не нужно. Начинать безжалостно все это вымарывать, хотя иногда прям вот плачешь. Татьяна Викторовна, вы работаете в основном в жанре детектива, а в других жанрах вы пробовали себе? Вы знаете, я обожаю этот вопрос, потому что, на самом деле, я, конечно, могу там покрасоваться, да, пококетничать и сказать, что вот у меня там есть то-то, то-то, сё-то, да, вот, идеи какие-то. Но, на самом деле, если человек что-то хочет, он садится и делает. В этом я абсолютно убеждена. А если он хочет, а не делает, значит, на самом деле не хочет. Учитывая, что на сегодняшний день у меня вот 80 там с небольшим детективом и ничего другого, это означает только одно, что ничего другого я писать и не хочу. А в поэзии вы себя не пробовали? Ну, как все девушки, тем более с филологическим образованием. Я там писала стихи где-то лет там, да, 20 с небольшим. Вот, ну, в основном где-то пока ребёнок не родился, и, в общем, стало меньше времени на всё. Меньше лирики, да, стало? Да, и, в общем, как-то я так покончила с этим стихотворством. Вот, ну, я считаю, что совершенно нормально для молодой, вообще для молодых людей, для девушки в особенности, такой мечтательной, склонной к литературе, это совершенно нормальные стихи писать. Главное, понимаете, это чётко осознавать, что это вот для себя. Есть странные люди, которые вот свои, так сказать, опыты, они там, в общем, транслируют во Вселенную. Тем более сейчас. Да, особенно сейчас. И когда видишь там, что дяденьке 40 лет, и он там написал вирши, типа, в саду расцветает смородина, я люблю тебя, милая родина, да, и надеется, что, ну, серьёзно считает, что это достойно того, чтобы люди это прочитали. Ну, ну, пускай. Может быть, в его аудитории это... Я не против, совершенно, но просто, понимаете, в таком возрасте, если человек интересуется поэзией, он должен, ну, как минимум понимать, что есть поэзия, а есть просто стихосложение, да, то есть, ну, и, в общем, спокойно к этому относиться. Вот я очень быстро поняла, что то, что я писала, это вот те самые стишки про родину-смородину, поэтому не стоит утруждать себя, аж ни в коем случае не стоит кому-то это всё показывать. Поэтому всё это хранится там на память. Вдруг, да, мне вот будет интересно там вернуться там в своё отрочество, юность и так далее. Вот, но в голову не придёт серьёзно к этому относиться и вообще что-то из этого затевать. Татьяна Викторовна, осталось у нас буквально ещё три минутки. Есть вопрос от зрителей. Звучит он так. Недавно в одном из забывных магазинов новую коллекцию обуви разложили на книгах. Впоследствии оказалось, что это муляж, но всё-таки нас учили в детстве, что книги – это святое. Чему же научатся современные дети от такого примера? Как вы оцениваете вот такую ситуацию? Ну, я не видела, как это выглядит. Иногда, вы знаете, очень неожиданные идеи, но они стильные, интересные. И так вот, если в этом есть какое-то сочетание, то есть название книги и обуви, я не знаю, что они могли придумать, но что-то они имели в виду. Скорее всего, новые коллекции разложены просто на книгах. Ну, тогда мне не очень понятно, зачем это. То есть, понимаете, я готова оценить любую инсталляцию и прочее, если я понимаю, для чего это сделано. То есть, если есть в этом идея, и если эта идея хорошо обыграна, то это супер. И обижаться я бы не стала, если бы там на моей книжке стоял какой-то сапог, да. Но если я увидела в этом какую-то идею, и мне она показалась интересной, я бы скорее сказала, плюс, а не минус. А если это просто так вот, чтобы привлечь внимание, ну, понимаете, внимание можно привлекать по-разному. Можно голым на улицу выскочить, и внимание тебе обеспечено будет на какое-то короткое время, но безусловно. Сейчас это популярно, чем креативнее. Есть еще один вопрос. Многие ваши книги превратились в сериалы и фильмы. Не возникает ли у вас желания, наоборот, писать сценарий сразу для фильма? Нет, не возникает, потому что это совершенно другой вид искусства, если угодно. И, в общем, сценарий он, если бы один раз написал, отдал и все, это на самом деле не так. Он много раз переписывается, переписывается, так сказать, с точки зрения режиссера, продюсера, канала, если это сериал, с точки зрения актера. То есть всем надо угодить и прочее. То есть на самом деле это надо бросить все и какое-то достаточно длительное время находиться там. Но, вы знаете, я не настолько люблю сериалы, чтобы вот так вот потратить свое время. Поэтому мне легче, приятнее и, безусловно, выгоднее написать книгу, чем сценарий. — Татьяна Викторовна, я благодарю вас за интересную беседу. Желаю вам творческих успехов и, действительно, чтобы это была далеко не последняя книга, которую мы сегодня презентуем. — Спасибо, спасибо. — Приходите к нам обязательно еще. Напоминаю, сегодня в программе «На всю Владимирскую» была писательница, наша землячка, жительница города Владимира Татьяна Полякова. Я прощаюсь с вами. Сегодняшний выпуск вы можете найти на нашем сайте, как и все новости, губернии 33 на сайте trc33.ru. Меня зовут Екатерина Глазкова. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok